Занятие провела Юлия Кузина, врач спортивной медицины и лечебной физкультуры городского центра медицинской профилактики. Она продемонстрировала комплекс упражнений для поддержания здоровья. Конечно, физические упражнения очень полезны в жизни любого человека. Даже если взять обычный комплекс общих упражнений, выполняя их ежедневно, буквально по 20 минут в день, это уже приносит огромную пользу организму. Тем, что это улучшает кровоснабжение разных органов и тканей, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, укрепляет мышечные каркасы человека. Такие занятия регулярно проводятся в рамках городского проекта «Активное долголетие». Надежда Витиарец, его бессменный участник, сама любит движение и других зовет за собой. Двигаться, жить своей жизнью и любить, в конце концов, влюбляться, заниматься танцами. У нас девчонки, ну как девчонки, пенсионерки, занимаются танцами. И тоже спасибо городу, что столько организуются программ, вы посмотрите, и танцевальные всевозможные. И вот, пожалуйста, зарядка, причем не просто, а лечебная физкультура. Также для людей старшего возраста в Сочи работают клубы активного досуга по интересам. Есть спортивные и творческие секции. К примеру, на Адлерской набережной каждую субботу проходят занятия по йоге для людей старшего поколения. В Центральной библиотеке Начаковского и в Дагомысе уроки компьютерной грамотности. Дыхательная гимнастика для пожилых проводится в парке «Ривьера» – шахматно-шашечный кружок в Доме культуры Верхнего Лао. А еще все желающие могут оздоровиться и одновременно получить рекомендации медработника во время прогулки с врачом. Это еще один городской проект, объединяющий любителей ходьбы. Каждую пятницу оздоровительная прогулка стартует в 18 часов от площади Островского. Маршруты прогулок с врачом работают во всех районах Сочи.